Джеймс Дин, настоящее имя, Брайан Мэтью Севилья, родился в Пасадене округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, его отец, инженер-механик, работал в лаборатории реактивного движения, а его мать, компьютерный инженер-электронщик, Севилья окончил среднюю школу Лаконьяда в 2004 году, в 17 лет Дин переехал к своему отцу. Он работал в Старбакс в течение двух лет и посещал занятия в городском колледже Пасадены. В возрасте 12 лет Джеймса впервые назвали «Джеймс Дин» из-за того, как он курил. Будучи подростком, он слушал интервью с Дженой Джеймсом в общенациональной радиопередаче «Лавлайн». Когда мужчина спросил Джену, как он мог бы «стать порнозвездой», она ответила, что ему нужно уметь мастурбировать в комнате, полной 20 его лучших друзей. Приняв этот совет близко к сердцу, Джеймс начал заниматься сексом на рейф-вечеринках, он говорит, что это их сгибиционистское поведение, помогло ему выступать перед камерой. В возрасте 17 лет Джеймс учился в местном колледже в Пасадене, там, он решил проникнуть в киноиндустрию для взрослых, удовлетворяя девушек, которые имели связи в порноиндустрии. Благодаря этим связям Джеймс познакомился с помелой Пикс, которая помогла ему выбрать свой старый псевдоним в качестве сценического имени. До начала карьеры подрабатывал дворником, продавцом в шведской компании «Икеа», участником массовок американских шоу, ему было трудно найти работу, потому что ему было всего 18 лет, и у него не было опыта на экране. Первый большой прорыв у Дина произошел в 2004 году, когда Ион Маккай дал ему роль в «Школьниках художественной школы». С 2005 по 2011 год Дин встречался с порно-звездой Джоанна Энджил. В интервью The Huffington Post 2013 года порно-актриса Стоя заявила, что она встречалась с Дином с 2012 по 2014 год. Дин еврея отождествляет себя с иудаизмом как культурой больше всего на свете. Дин либертарианец. Во время съемок BDSM порно Дин так сильно ударил ее, что это привело к блокировке челюстей, и перешел многие другие границы. 2 декабря 2015 года Эмбер Рейн заявила в интервью изданию The Daily Beast, что также подверглась агрессии со стороны Дина. Также с обвинениями выступили Кора Петтерс, Джоанн Энджил, Ники Блу, Холиджи и девушка, пожелавшая остаться инкогнито, называющая себя ТМ. Джеймс отрицал все обвинения. В результате кампании, развернувшейся в СМИ, о Дине писали The Washington Post, The Daily Mail и другие крупные издания. С Дином прекратили сотрудничество такие крупные студии, как и Виланджал, Хардском и Кинг, а женский журнал Фриске объявил, что больше не будет публиковать колонку сексуальных советов Дина.